Князь, мы уже поняли, что он благочестивый, он хорошо знает священное писание. Как князь, одна из забот князя, это обязательное наставление, наставление по отношению к окружающим. Вспомните самый классический пример поучения Владимира Мономаха своим детям. Владимир Мономах написал текст, который, кстати, как считают исследователи, был направлен не только детям, но и вообще тем, кто познакомится с этим посланием. Но это одна из добродетелей князя. Князь – это обязательно благочестивый воин. Князь – это, конечно, истинный христианин. И князь, в том числе, это человек, на котором лежат определенные такие педагогические функции. Хотя вот эта педагогическая функция, она далеко не во всех княжеских житиях читается. Александр Ярославич становится и педагогом, пожалуйста. Чтил он правосудие, и бояр своих часто поучал притчами из Божественного Писания, чтобы прежде всего вопрошали у Бога, от пьянства удерживались. Прекрасная формулировка. Среди всего прочего автор жития вносит и идею пьянства. Ну, вернее, отрицание этой идеи. Мне очень хочется верить, что это не какой-то риторический прием, может быть, тоже являющийся какой-нибудь там реминесценцией, не обязательно библейской, но на какой-то другой текст. Мне хочется увидеть здесь, за топосами, за вот такой вот мощной структурой, что-то живое и реальное. Мне хочется думать, что автор жития, он здесь вложил в характеристику учительской деятельности Александра Ярославича его заботу о трезвом образе жизни. Как вы знаете, проблема, указанная на этом слайде, одна из традиционных проблем. И если здесь действительно есть какой-то такой вот житейский момент, может быть, тревоживший самого автора, ну, это было бы хорошо, хотя это нисколько не доказует. Да, ну давайте, может быть, мы сейчас несколько отвлечемся от текста жития Александра Ярославича и поговорим в целом о том, какое влияние оказало житие на русскую традицию. Мы можем рассматривать житие как такой феномен для самого себя, и мы, по сути, сейчас пока об этом только и говорили. Как житие развивалось, какие новые редакции появлялись, что новое возникало внутри. Да, это история самого жития. Но ведь любой памятник книжности, он не только для себя и внутри себя, он существует в другом книжном окружении. И, конечно же, фигура Александра Ярославича, воспоминания о его подвигах, в том числе кусочки жития или какие-то частички, отрывочки, связанные с житием Ярославича, они, естественно, попадали и в другие тексты и отражались в русской средневековой книжности. Как пример. Есть знаменитая Лаврентьевская летопись. Летопись конца XIV века. Такая пергаменная. Один из древнейших летописных текстов, наряду с ипатьевской летописей. Летописью, дошедшей до нас в чистом виде. Ее летопись можно подержать в руках. Если очень повезет, потому что это национальное достояние. Она, конечно, издана неоднократно, поэтому уж почитать можно точно. Как раз в Лаврентьевской летописи содержится «Повесть временных лет». «Повесть временных лет» не дошла до нас в оригинале. Невозможно прийти в какой-нибудь архив и сказать, а ну-ка дайте-ка мне, пожалуйста, оригинал «Повесть временных лет» и побыстрее. Не получится. ПВЛ не дошла до нас ни в оригинале, ни даже в списках XII века. Наиболее ранний список ПВЛ как раз в составе Лаврентьевской. Так вот, в Лаврентьевскую летопись в том числе включен и кусочек жития Александра Невского. Лаврентьевская летопись происходила из Северо-Восточной Руси, из бывшей Владимира Суздальской Руси. Наряду с Новгородской землей Владимира Суздальская земля – это один из центров почитания Александра Ярославича. И поэтому не странно, что в летопись, которая появилась на территориях Северо-Восточной Руси, оказывается включен и кусочек, посвященный Александру Ярославичу. А вот, например, в Ипатьевской летописи, мной тоже упомянутой, также относящейся к концу XIV, ну, может быть, рубеж XIV-XV веков, тоже содержащей повесть временных лет, никакого жития Александра Ярославича нет, потому что Ипатьевская летопись тяготеет к другой традиции – традиции Юго-Западной Руси. И вот тут мы с вами, рассуждая о житии Александра Ярославича, выходим на проблему святости в Средневековье. Вернее, не самой святости, а почитания святых. Это нам сейчас, казалось бы, понятно и не требует объяснений. Вот они, наши древнерусские святые. Сергий Радонежский, на земле которого мы находимся, Барлам Хутонский, Авраамий Смоленский. Для нас это все-таки столпы русской святости. А были ли они столпами для всей русской земли в первое время, когда начиналось их почитание? Конечно, нет. Почитание их, в первую очередь, было сосредоточено в той земле, где они просияли свои святости. Преподобный Сергий Радонежский не почитался, я не скажу, совсем не почитался. Не уверен, что так можно утверждать. Но даже отчасти сопоставимых масштабов почитания Сергия в новгородской земле в первой половине XV века не было. И наоборот. Кто знал в Московской Руси о Верламе Хутонском? А Верлам Хутонский – это столп новгородской святости. И только в середине XV века происходит знакомство двух традиций почитания. Великий князь Московский Василий Васильевич Темный, лишившийся зрения почти в этих стенах, не в этих стенах их не было, но ослепленный в Троицесергиевом монастыре, совершил поездку в Новгород, в Новгороде познакомился с почитанием Верлама Хутонского. Это почитание привез в Москву, стал распространять его здесь, а почитание Сергия ушло в Новгород. И уже в начале XVI века начинают появляться упоминания преподобного Сергия и Верлама Хутонского вместе, при тех или иных обстоятельствах. А Василий III, внук Василия Васильевича Темного, он примет иноческий постриг с именем Верлаам в честь Верлаама Хутонского. Великий князь Московский принимает постриг в честь Новгородского святого, но это уже другая эпоха. Это эпоха, когда закончилась централизация, закончилось объединение земель. А централизация была не только политическая. Она была и культурной, и духовной. И потом соборы митрополита Макария в середине XVI века подтвердят общероссийское, общерусское церковное почитание многих святых, которые почитались в тех или иных местах. Вот Александр Ярославич, он как раз из тех, который почитался и в Новгородской земле, и во Владимиро-Суздальской, в северо-восточной Руси, потому что Владимира-Суздальской уже не было. А в других землях не почитался. Или, по крайней мере, почитался не так мощно, что мы не видим явных следов этого почитания. И это не значит, что мы, обязательно обращаясь к текстам до определенного периода, будем почитание Ярославича наблюдать. 15 век, да, то мы говорили немножечко о 14-м, 15-е столетие. Мы видели с вами живописное изображение, связанное с Александром Невским, о том, как в живописи его почитание развивалось. Я показывал вам фрагмент иконы, чудо от иконы Пресвятой Богородицы, знамение или битва новгородцев с уздальцами, где, предположительно, мы видим Александра Ярославича и, если это он, это древнейшее его изображение. В 15 веке упоминания Александра Ярославича появляются, и они выходят за границы книжной культуры. Прекрасный пример. Кто вспомнит, какое событие, важное для русской истории, произошло в 1480 году? Молодцы. Стояние на Угре. Традиционно считается, что с этого момента, после стояния на Угре, закончилась ордынская зависимость Руси. Зависимость Руси от Орды. События стояния на Угре известны довольно хорошо. Есть два более-менее подробных описания, две летописных версии и так далее. И есть памятники публицистические, которые создавались в момент этого события. Широко известно знаменитое послание Васяна Рыло. Хорошее прозвище, да? Тоже не рискую предполагать, откуда оно появилось. Архиепископ Ростовский. Духовник Ивана Третьего. Он пишет ему большое послание, хотя сейчас некоторые следователи считают, что оно только подписано именем Васяна, там был другой автор. Но это не важно, это уже другой разговор. Так вот, Васян Рыло пишет послание Ивану Третьему, призывает его стоять за все христианство, за русскую землю и ссылается на авторитет прадеда Дмитрия Ивановича Донского. Вот как Дмитрий бил Мамая на Куликовом поле, вот так и тебе надо постоять. А еще одно послание на Угру отправляет митрополит Геронтий. Оно более лаконичное, такое менее пафосное, но оно тоже яркое, тоже содержит призыв Ивану Третьему не сдаваться. Видимо, Иван Третий струхнул. У нас есть хорошая версия, отраженная в своде 1518 года, злая очень, о том, как Иван Третий сбежал просто с Аки еще, когда Ахмат приближался к Москве. Его потом чуть ли не вытолкали из Москвы. Окружение, митрополит, духовник, вот вытолкали сражаться. Во всяком случае, наличие двух посланий, сохранившихся Ивану Третьему, позволяет предполагать, что внутренние терзания у Ивана были. Это мы сейчас смотрим отсюда. Вот он такой крутой Иван Третий, порвал грамоту. Есть такая байка «Предание позднее». И вообще вел себя как выдающийся полководец и ничего не хотел платить. И плевал он на Хана Ахмат. В реальности все было не так. И эти два послания показывают, что какое-то, как минимум, внутреннее колебание было у него большое. Правильно ли он поступает. И вот в послании митрополита Геронтия на Угру упоминается Александр Невский. Геронтий приводит пример Александра Невского для Ивана Третьего, как пример выдающегося предка, пращура, на который нужно равняться и которому нужно следовать. Видите, что если следовать этому примеру, то все будет хорошо и это будет правильно с точки зрения митрополита Геронтия. То есть жизненный пример Александра Ярославича в 15 столетии, он осмысляется и как пример защитника, что мы видим на новгородской иконе, и как вдохновляющий пример, в том числе для великого князя, для уже далекого потомка Александра Ярославича. 16 столетие. Ну, 16 столетие – это вообще расцвет публицистики на Руси. Один из выдающихся исследователей русской средневековой книжности назвал начало 16 века эпохой исторических размышлений, а следующий период, второй четверти середины 16 века, назвал временем споров. То есть сначала интеллектуалы, книжники, публицисты, они размышляли о том, что из себя стала представлять Русь. Что произошло с великим княжеством московским, что оно крепнет, расширяет свои пределы, добивается успехов, и все в нем хорошо. А во всех других православных странах все плохо. Византия та вообще погибла. Захватили ее, нету больше Византии. И пытаются найти ответ на этот вопрос книжники в начале 16 века. Находят, понимают, что русская земля, великое княжество московское, богоизбранное. Москва – новый Иерусалим. Москва – новый город Константина. Соответственно, Третий Рим тоже. Москва – новый Киев. Москва – пуп земли, центр мира. Поняли, решили. А вот в эпоху споров, в эпоху времени споров, ставится вопрос. А как жить в этом богоспасаемом государстве? Что делать? Кто виноват, еще не ставится. Это потом вопрос появится, да. Тоже извечный русский. А вопрос «что делать, как жить?» – ключевой вопрос для публицистики середины 16-го столетия. И Александр Ярославич, его история, она очень здорово попадает в контекст эпохи. Я вот, к сожалению, уже сейчас, стоя на кафедре, понял, что пропустил один замечательный слайд, который у меня был, но я его в презентацию не поставил, в котором на основании всего лишь одного примера видно, какими новыми идеями обрастает личность Александра Ярославича в книжности 16-го столетия. В том же самом лицевом летописном своде, что в предыдущих текстах, в предыдущих вариантах жития, в Никоновской летописи или в Степенной книге, есть очень емкие, короткие формулировки, связанные с характеристикой его деяний. А в лицевом летописном своде – список становится уже большим – появляются новые запросы и появляются новые реакции на Александра Ярославича. И это отражается в «Житии», как я уже сказал. Если в ранних редакциях «Жития» Александр Ярославич сопоставляется со своими ближайшими предшественниками, то, например, в поздних редакциях в 16-м веке Александр Ярославич пишется об этом, что он потомок Рюрика. Вот в раннее время почему-то было неважно подчеркнуть, что он потомок Рюрика, а в 16-м веке становится это важным подчеркнуть. Я сказал «почему-то», но это вопрос риторический, я сейчас сам на него отвечу. Кто такой Рюрик объяснять не нужно. Все ясно, да. Все, по крайней мере, помнят о том, откуда есть пошла земля русская. Велика и обильна земля наша, а порядку в ней нет. Приди, княжь, нами. Тоже наполовину легендарная история, но неважно. В историчности Рюрика, кстати, большинство современных исследователей не сомневается. С Рюриком произошли метаморфозы. Рюрик не очень-то почитался первыми русскими князьями. Долгое время именем Рюрика не называли князей. А когда стали называть, это были редкие случаи. Рюрик крайне непопулярное имя в имянослове князей Рюриковичей. Хотя, казалось бы, родоначальник, да, язычник, безусловно, но, тем не менее, долгое время существовала традиция двуименности князей. Князья на протяжении нескольких столетий получали сначала родовое имя языческое. Всеволод, владеющий всем. Ярополк, Ярослав, Владимир. И получали после крещения крестильное, христианское. Ничего странного в двуименности не было. Это отражало культурные реалии того времени. Потом двуименность сохранилась, только она стала христианской. Так вот, именем Рюрика не называли. Или называли очень редко. Рюрик долгое время, в XI веке уж точно, не очень близок был, видимо, княжескому сознанию как-то. Зато кем он становится в начале XVI века? Появляется знаменитый памятник русской книжности. Он получил название «Сказание о князьях Владимирских». В «Сказании о князьях Владимирских» проводится одна безупречная идея. Кем является Рюрик? Он является потомком римского императора Октавиана Августа. Не сравнивается с Октавианом Августом по своим добродетелям или по своему могуществу, как Александр Ярославич с Веспасианом сравнивался. Нет. В «Сказании о князьях Владимирских» сказано прямо – Рюрик – потомок Октавиана Августа через некоего Пруса. Прус был родственником Октавиана. От Октавиана был отправлен куда-то на север Европы. Отсюда и земля Пруссии, как нам объясняет автор сказания о князьях Владимирских. И вот оттуда из Пруссии, то и пришел Рюрик, в котором текли крови Октавиана Августа. А если они текли в Рюрике, значит, крови Октавиана Августа текут во всех его потомках. И вот Александр Ярославич в XVI веке сравнивается с Рюриком, видимо, неспроста. Именно потому что и Рюрик теперь – это не кто-то там из варяжских князей, а это носитель крови римского императора. И в крови великих князей московских, а потом и царей течет эта кровь. И вот это так было осмысленно московской идеологией. Такое складывается понимание и такое складывается представление о Рюрике и через него об Александре Ярославиче. Кстати, еще один эпизод я уже упоминал в связи с лицевым летописным сводом, тоже из XVI века. Помните, появившиеся в житии, в степяной книге, да, вот в версии степяной книги, и отразившиеся в лицевом летописном своде идея о том, что Александр Ярославич выкупал пленных у Батыя. Эта идея, не характерная для XIII века, очевидно, никого не выкупал и невозможно это было сделать. Зато эта идея была очень близка современникам в XVI столетии. С введением полоняничных денег, с обязательным выкупом, государственным выкупом пленных христиан. И Александр Ярославич становится сопричастным этой идее. Посмотрите, как интересно получается. Он сам идеал, и к нему надо стремиться. И опираться на его опыт, и на его житие, на жизнь. Да, вот, воспринимать ее, чтобы самим становиться лучше. Но и сам святой включается и как бы освещает своим присутствием современные реалии. Это вполне такой действенный метод осмысления в средневековой книжности, в средневековой о географии событий, которые происходили в это время. В XVII столетии продолжается редакторская работа по созданию новых версий жития. Вот она, редакция Ионы Думина, митрополита Вологодского, 1591 года. И дальше, после этой десятой редакции, еще множество редакций, которые возникают в течение XVII столетия. Юрий Бегунов, упомянутый мной исследователь жития Александра Ярославича, большой знаток. Он отмечал, цитирую, это относительно житий Ярославича XVII века. Все они, дальше цитата, полностью соответствуют поддерживаемой московским и владимирскими церковными кругами тенденции изображать князя Александра в облике монаха-схимника, подчеркивая его христианские добродетели и посмертные чудеса. Вот еще чудеса – важная тема. Как вы знаете, почитание святых связано во многом с чудесами, которые происходят по молитвам к этим святым. И множественные чудеса начинают фиксироваться от мощей Александра Ярославича или применительно к Александру Ярославичу, если ему с чистым сердцем и холодным умом молиться. Идет запись этих чудес. Чудес становится все больше. Кстати, и это тоже, по-моему, очень симптоматично. Первое чудо, о котором мы знаем, самое первое, наверное, это то, что Александр Ярославич руку протянул, находясь в гробу и взял разрешительную молитву. Но чудо, которое, что называется, не связано уже с какой-то ретроспективой, оно относится к 1380 году. Во всяком случае, хронологически. Записано оно тоже в 16-м столетии. В крайнем случае в конце 15-го, но, видимо, в 16-м. И, может быть, является некой интерпретацией уже людей 16-го века. По крайней мере, у нас нет никаких свидетельств о том, что об этом чуде знали в 14-м и в течение 15-го столетия. Но оно связано с обстоятельствами Куликовской битвы. Чудесное явление Александра Ярославича накануне Куликовской битвы. Куликовская битва закончилась победой. И после этого происходит обретение его мощей. Митрополитом Киприаном. В некоторых исследованиях, в литературе старой, можно встретить указание, что мощи были обретены прямо в 1380 году, в год Куликовской битвы. Но дело в том, что митрополит Киприан в Москве появляется только весной 81-го. Поэтому, если это действительно было так, то обретение мощей состоялось уже в 81-м году. Не важно, было это чудо или не было на самом деле в 1380 году. Важно, что историческое сознание, историческая память 16-го века считало возможным связать помощь Александра Ярославича христианам в битве против ордынцев в 1380 году. Это тоже тот контекст, в котором существует житие и существует память Ярославича. Ну и чудеса в 17-м веке продолжают записываться. Этих чудес, в общем-то, не становится меньше. В 17-м столетии Александр Ярославич, он воспринимается, да, конечно, как князь-воин, но при этом огромная роль отводится его предсмертному постригу. То, что он стал князем-схимником, принял предсмертный постриг, является добродетелью и является некоторым знаком, который был важен для допетровской эпохи. Мы с вами помним со вчерашнего дня, что ситуация серьезно меняется в петровское время. Другой, вот моментально берется курс на другого Александра Ярославича. Теперь это светский правитель. В первую очередь подчеркивается его деяние как правителя. И изображается он почти всегда исключительно в господствующей церкви, хотя тоже Жанна Григорьевна показала не всегда, но почти всегда и в первые десятилетия после перенесения его мощей в Питер, именно как светский правитель. А вот старобрядцы сохраняют эту традицию видеть в Александре Ярославиче князя-схимника, человека, который принял образ ангельского чина перед смертью. Кстати, это отдельная тема, связанная с предсмертными княжескими пострижениями. Если мне не изменяет память, Александр Ярославич — это первый, ну уж во всяком случае один из первых князей, которые приняли предсмертный постриг. В дальнейшем это становится традицией, необязательной. Это не значит, что вообще все князья принимали предсмертный постриг, и даже большинство не принимало. Но мы видим, как этот почин Александра Ярославича сказывался на Рюриковичах в дальнейшем. Мы сейчас не будем касаться этого вопроса так подробно, потому что это связано тоже с каким-то представлением о религиозности, со спецификой мировоззрения и духовной культуры Средневековья. Но я бы вот на что хотел обратить внимание, что предсмертный постриг, он в княжеской среде, во времена после того, когда это было предпринято Александром Ярославичем, он, видимо, не всегда зависел от воли самого князя. Казалось бы, кто может противоречить князю? Князь, ого-го, величина. Видели мы тоже с вами в житии, что почитание власти велико. Но при этом Василий Васильевич Темный хотел принять иноческий постриг накануне своей смерти. И как пишет летописец, и не даша ему в том воле. Хотел, а не стал. Непонятно, кто не дал ему воли. Духовник, митрополит, ближайшее окружение, жена, наконец. Непонятно. Но факт остается фактом. Князь хотел с точки зрения благочестия. Видимо, это было серьезным актом. И почему-то ему запретили это делать. Ну и в заключение я рассматриваю житие Александра Ярославича все-таки в книжности, которая тяготеет к русской средневековой, в рукописной или в старобряческой, потому что, как недавно удачно написали составители 20-го тома библиотеки литературы Древней Руси. Есть замечательная серия, 20-томная. В советское время выходили памятники литературы Древней Руси. Потом уже в Новой России расширенное вышло издание библиотеки литературы Древней Руси. И вот 20-й том посвящен старобряческой литературе. И в предисловии составители пишут. Казалось бы, старобряческая литература это есть труды ранних старобряцев 17-го века, а потом это 18-е, 19-е века. Какая же Древняя Русь? Но они совершенно правильно указали, что это Древняя Русь после Древней Руси. Старобряцы несут в себе идеал Древней Руси. И вот я, рассматривая житийную историю, я сосредоточен именно на древнерусской традиции, на книжной традиции. Это не значит, что жития Александра Ярославича и вот мы видели эту таблицу, видим ее сейчас, что прекратилось до 1 января 1801 года, все, перестало выходить житие, перестали читать, оно куда-то исчезло, конечно, нет, вовсе нет. И печаталось, и выходило, и почитание Александра Невского только ширилось и становилось больше. Но именно вот книжная, рукописная традиция, она сходит на нет. Спасибо за внимание. Я на этом заканчиваю. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.